На базе Севастопольского государственного университета открылся учебно-лабораторный корпус Центра морских исследований и технологий. На торжественную церемонию прибыл министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов. Он дал старт первому пилотному проекту «Пионер-М», который проходит в рамках Всероссийского конкурса студенческих работ «Я буду строить корабли». Очень здорово, что именно в Севастопольском государственном университете этот проект стартовал сегодня, но безусловно в нем будут участвовать и студенты из наших других ведущих вузов. Тех вузов, где готовят кораблестроители, тех вузов, где готовят специалистов по новым материалам, по информационным технологиям и так далее. Это уникальная возможность не только для студентов, для начинающих специалистов, для преподавателей научить ребят от бумаги, от задумки, построить действительно уже в металле такое первое, наверное, на их жизни сооружение, корабль, на котором будет проходить практика, на котором будут они воплощать свои творческие и научные идеи. В рамках проекта студенты разработают судно прибрежной зоны действий длиной до 22 метров. На нем разместят мобильные морские лаборатории для подводных исследований. Модульная система оборудования позволит оперативно изменить назначение судна в зависимости от поставленных задач, будь то экологический мониторинг или исследование морского дна. На суджюри севастопольские студенты представят четыре проекта – катамаран, крыло, однокорпусное судно, а также судно с уменьшенной плоскостью ватерлинии. Мы разработываем концепцию научно-исследовательского судна катамаранного типа. Основная концепция – это необычность его формы. Также в качестве судовой энергетической установки не применяются двигатели внутреннего сгорания. Применяется комбинированное использование солнечных фотоэлементов и аккумуляторных батарей. В рамках проекта «Пионер М» я занимаюсь вопросами повышения энергоэффективности всех четырех проектов судов. Так как энергоэффективность зависит также от интенсивности процессов теплообмена, поэтому мы также занимаемся разработкой теплообменных аппаратов забортного типа и движительными винторулевыми колонками. В проект изначально заложено принципы оптимизации использования ресурсов, принципы импортозамещения, то есть материалы, из которых будут строиться и обслуживаться корабли. Наша рабочая группа как раз и занимается экономическим обоснованием этих четырех проектов, представленных конкурсом. Итоги Всероссийского конкурса студенческих проектов подведут 19 июня текущего года. После определения победителей сформируют рабочую группу проекта. В нее войдут лучшие студенты судостроительных факультетов, ведущих вузов страны. После разработки концепции начнутся проектно-изыскательские работы. Далее – согласование и начало строительства. Ввод в эксплуатацию и спуск судна на воду запланирован на конец 2017 года. Это судно будет первым в целой флотилии учебно-научных студенческих судов. И очень важно, чтобы этот проект был хорошо проработан, чтобы он был продуман, чтобы судно получилось хорошее, чтобы оно было не просто удачным по своим ходовым качествам, но чтобы оно имело возможность менять модули, связанные с исследованиями. Была высказана прекрасная идея опробовать здесь новые технологии, связанные с беспилотным управлением. Поэтому это судно действительно станет таким полигоном, где будет испытываться все самое новое, все самое передовое в нашем судостроении. Министр образования и науки Российской Федерации Дмитрий Ливанов отметил, вскоре Севастополь непременно станет главной площадкой для реализации инновационных проектов страны. Анна Брачева, Александр Листопад, информационный канал Севастополя.